я покажу вам два основных приема которыми пользовались кровельщики крыш сшивания крыш кровельная работа значит сшивание железа в замок вот молоток деревянный кровельщика так сказать насечки это я делал насечки для того чтобы было проще работать один сантиметр два сантиметра 4 сантиметра это на замок и на гребень значит ставим вот так вот молоток на замер чтобы ускорить можно это все делать линейкой делаем загиб пристукиваем вот примерно так получается вторую а а с а а а а а вот вторая заготовка да тут я не рассчитал конечно вот она уходит в замок теперь это все складывается соединяется вот она не уходит благодаря тому что мы сделали после изгиба основного бортовки дополнительный загиб бывает работать приходится на крыше и это все не получается поэтому приходится брать маленький молоточек замок укреплять чтобы он не вышел кстати на крыше это делается таким образом чтобы верхняя заготовка заходила сверху а нижняя из-под низу вот к примеру я приготовил небольшую заготовку это гребень на крыше вот она картинка готовится снизу обязательно с загибом под замок и когда соединяют вот эти картинки кровельные с коробом то короб заходит с под низу вот так под низу его загоняют и пристукивают также молотком и замок делают сейчас я покажу вам как делается гребень этому меня учил пашка чернозуб участник войны который не любил рассказывать о войне делаем так это вот будет нижний гребень два сантиметра сюда два сантиметра основное в крыше конечно же крама или комар короче полоска железа прибивается к обрешитовки чтобы удерживать железо на крыше вот мы можем не прибить а пригвоздим шурупом вот вот таким образом это все делается лист прикладывается на кромле сюда и вороток выгибается так она крепится берем следующий гребень значит делаем так вот 4 4 2 2 2 вторая картинка накладывается сверху двумя молотками и в данном случае получилось мне удобнее с другой стороны буду левой вот так подгибается и закрепление вверх и вниз лишнее откусывается так когда работаем с черным железом загиб бьешь молотком сильно приплюскивать можно но не обязательно а вот когда работаешь с цинковым железом желательно загиб сильно не усердствовать и как можно меньше применять иногда применяют железный молоток лучше все-таки деревянной кияночкой это делать и цинк имеет интересную вещь если брешетовка снизу ничем не закрыта на цинке вот после того как покрыли крышу в солнечный день через вот этот шов проникает свет и швы светятся еще когда соединение происходит на крыше надо обязательно под это место подкладывать железную шинку полметра шинки достаточно миллиметра от четырех можно и больше на шинке ты будешь пристукивать без проблем на дереве это ничего не получится да еще может быть самая неприятность может обрешетовки не хватать на этом месте но обычно обрешетовку заполняют на этом месте вот она соединилась конечно не супер красиво но все же готовится картинка листа здесь вот уголок вырезается на гребень значит загибы у нас сантиметровые идут на соединение замок здесь два сантиметра высота гребня значит основной гребень 2 сантиметра накрывной гребень получается заготовки 4 сантиметра загиба в качестве примера вот покажу вам дом соседский дом нем никто не живет он не ухоженный конечно вот сшитая крыша вот такие обряды применялись на трубах у каждого кровельщика свой узор рисунок все отличались по своим рисунком плюс вот обрешетовку делали на этом самом решеточке на лицевой стороне с годом изготовления это вот сток водосточные трубы отпали давным-давно их нет вот это пелена снизу выше крепится короб короб скрепляется уже с листами железа в железа в гребень и идет до верхнего гребня здесь гребни переходят гребни на искось то есть вот их сгинают вот он согнутый гребень и согнутый уже в самом косом гребне такие крыши практически никогда не текли за исключением если не качественное железо на черных вот это черное железо покрашенная краской стаганрога с комбайнов доставали это супер краска была на этих крышах сильно нагревалась сама крыша железо сильно нагревалась и буквально днем работать было невозможно пятки пекло в тапочках работали больше такое тяжело бы тяжело работать на крыше цинковая она скользкая на ней неудобно из-за того что она сильно ослепляет и скользкая удержаться довольно трудно нами короб закреплялся вот такой железной скобой из довольно толстого железа ну где-то около четырех миллиметров трех чем толще тем лучше поскольку вот короб согнутый его согнула не столько снег сколько лед по весне образуется подтаивает замерзает подтаивает и вот нарасты льда получается вот именно они когда сходят последний момент весной они и деформируют карабана сшитых крыш вот на этом углу сохранилась обрядовая решетка и часть водосточной трубы они наверняка там наверху был цветочек вот как слева но в данном случае она прогнила и все вывалилась в доме давно никто не живет такие дела обряд примерно стоил по стоимости сделать его одинаково как покрыть крышу и возможно и материала уходила на него очень много потому что много приходилось вот этих выбивать этих кусочков железа все это это кропотливая долгая работа обычно кровельщик сам делал это все а вот крышу крыл зачастую нанимал помощника ну данном случае я всего лишь две крыши крыл в качестве помощника вот другой дом с решеточкой на коробе на лице на углу тоже решетки но водосточных труб почему-то нет наверно тоже пришли в негодность вот так выглядит труба а вот труба соседнего дома рисунок на трубах разный значит дело не один и тот же мастер дом как видите был тоже сшитый но перекрыт уже по современному а-ля шуруп